Вот я обращаюсь к министру Российской Федерации Медведову. Этот человек не работает и не хочет работать с народом. А также Путин, как гарант Конституции, должен защитить всех этих рабочих. Однако он не защищает, он не выступает, он не заступает за нас, за водителя, за рабочих, за третьих, за четвертих. Поэтому у нас Россия остается на все, на весь, и экономическое развитие, и культурное развитие, во всех развитиях мы остаемся. Остаемся то, что как гарант Конституции Путин не работает. Ни один министр, ни один министр, крем-министр не снял с работы. Если даже снял добровольно, его отправили, вместо его одного коррупционера, он поставил еще хуже коррупционера. Экс-коррупционера. Поэтому идет развал, поэтому идет убийство, брата убийства. Поэтому наши молодые ребята едут в Сирию, едут в Украину, едут в Брузию, едут в Франции, едут в другие страны. Из-за этих депутатов, депутатов, которые не имеют в голове никакой ответственности. Понимаете? Как пустые орехи сидят там, слушаются через актрис, смотрят в темную комнату. Вот эти водители, мы все, мы и холоду, и голоду, и везде-везде работаем, и хотим держать свою семью с трудом. Даже я знаю, некоторые водители здесь, есть, взяли на долг деньги, деньги на долг, и не хотят. Взяли на долг автомобиль, машину, не могут расплачиваться. Вы понимаете? Власть, власть, рабочие, вот это наше руководство, вот это наши депутаты довели до этого состояния. Именно до этого состояния, наш власть. И я думаю, в 1917 году Николай Второй свернули за то, что он не вышел с народом. Он с народом не вышел. Свернули. Мы также можем свернуть эти, этот, путиневский, этот, политика, медведовская политика. Мы рабочие. Мы дошли до Берлина, эти водители.